Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо, что пришла И надеюсь, твои ножки не знают, что такое мозоли? Или это происходит буквально со всеми, даже с врачами? Каясь, бывает Буквально вчера натёрла Это дело не хитрое, как говорится, да? Но, может быть, не всё дело в неудобной обуви А может быть, частично это и от нашего организма зависит? Да, к сожалению, часто мы сами провоцируем и появление мозоли, и тех страшных последствий, которым приводят мозоли Например, прокалываем её, хорошо, если стерильная иголка, а то ведь иногда в ход идёт любой острый предмет, который попадается подругу А ведь такое небрежное отношение может привести даже к таким грозным последствиям, как заражение крови и гангрена Могут ногу отрезать? Могут, это крайний случай, но такое возможно Значит, получается, что если мозоль образовалась, значит прокалывать её нельзя? Если ты натерла мозоль из-за новой обуви, и у тебя есть возможность поменять обувь Тогда мозоль лучше не прокалывать Но если тебе предстоит ещё ходить в этой обуви как минимум час, а то и целый день Прокалывать её просто необходимо Иначе она сама может повредиться, и тогда это чревато попаданием микробов в рану Получается, нам просто необходимо знать, как правильно проколоть мозоль, да? Да, я тебе об этом обязательно расскажу, но давай вначале разберёмся, что такое мозоли и какими они бывают Мозоль – это защитная реакция нашего организма Если бы организм не умел мозолироваться, то мы бы тогда все ходили бы в кровавых эрозиях Мозоль бывает двух видов – влажный и сухий Влажный – это пузырёчек, который образовался от неудобной обуви Либо же при работе с инструментами на даче Или с непривычки кто-то решил почистить килограмм картошки Обычно это бывает с мужчинами Они могут быть практически на любом участке нашего тела и в любом возрасте Например, я знаю такие случаи, когда мозоли натирали новорожденные младенцы Когда они очень активно сосут пустышку или же материнскую грудь Во рту, что ли, мозоль у них? На губе На губе, боже, перестарался Это влажная мозоль, внутри которой находится лимфа И существует сухая мозоль Или на ногах её ещё часто называют натоптышами Вот, Наденька, посмотри, вот наши мозоли Сухая мозоль возникает вследствие длительного давления на определённый участок стопы Часто это бывает при плоскостопиях И получается тогда, что мозоль уже свидетельствует о заболевании? Ведь плоскостопие – это настоящая болезнь? Да, можно определить, есть ли у человека плоскостопие Обычно при плоскостопии мозоли образовываются в этом месте Но я слышала, что есть теория, согласно которой Мозоли на стопе вообще могут указывать на какие-то заболевания во всём организме Схидная медицина уже несколько столет шукает людские хворобы на пальцах ног и стопах человека Адже самая стопа является проекцией всего организма Точковый массаж, например, щодня доводит свою эффективность и помогает людям Однако есть теория, согласно которой ваши стопы, а точнее мозоли на них, свидетельствуют про те или иное заболевание Тобто, если на топтиши у вас не от незручного взуття, або вы их взводите, а они так же появляются там снова и снова Так и мозоли вказывают на разводы в работе внутренних органов Скажем, мозоль под мизинцем правой ноги означает проблемы с печенькой Такий же на левой ноге – с сердцем Кроме того, теория говорит, что вам следует обратиться к пульмонологу, если мозоль на подушице под четырьмя пальцами ноги Сегодня все подробности этой методики самодиагностики очень популярны в интернете Те, что действуют они А как ты относишься к этой теории? Она действительно подтверждается практикой? Традиционная медицина не использует такой вид диагностики Поэтому достоверно сказать о правдивости мы не можем Если человек таким образом обратил внимание на свое здоровье, то это лишним не будет Тут главное не быть беспечными и заботиться о себе Я понимаю, что даже обычная мозоль может быть признаком больших проблем Мозоль помогла решиться человеку наконец-то обратиться к доктору Но если мозоли не свидетельствуют о каком-то страшном заболевании, может быть, и никакой проблемы в них нет Ну, образовались, ну, не болят Пусть будут Смотри, Надя, если у тебя ни с того ни с сего начинают появляться мозоли Вроде бы и обувь удобная, и работаешь ты в перчатках Тогда это может свидетельствовать, например, о нехватке витамина А Нужно провести коррекцию в своем рационе Есть больше масла, рыбы, оранжевых продуктов, морковь, тыква Но не забывай, что если ты пьешь морковный сок с капелькой жира Ну, потому что это жирорастворимый витамин Да Также, если у вас появляются влажные мозоли, и они долго заживают, нагнаиваются Неплохо было бы проверить сахар в крови Ну, и поскольку эта тема касается буквально каждого, то нужно внимательно ловить каждое слово Для того, чтобы это лучше получалось, я предлагаю взбодриться чашечкой кофе Мне это всегда идет на пользу Угощайся, пожалуйста, Олечка Спасибо Все начинается с Нес-кафе И так получается, если мозоль не мешает, то можно оставить покои Если мешает, значит нужно проколоть И таким образом быстрее от него избавиться, да? Да, все верно Как это правильно сделать? Давай попробуем Возьмем нашу руку с мозоли Натруженную руку после работы на даче Вот явно здесь лопата была Да, и явно не использовались перчатки Так, Надюш, прокалывая мозоль, с чего ты начнешь? Мы же не должны туда инфекцию занести, ты говорила Да, можно продезинфицировать спиртом Или же хлоргексидином Или на крайний случай даже водкой Далее берем иглу Иглу лучше брать одноразовую от шприца Ну, не нужно брать обычную иголку Ну, у нас большая рука, большая игла Ну, а вообще иголочку нужно выбирать как можно тоньше Или это не так важно? Как можно острее Идеальный вариант Игла толстая, но острая Потому что если будет тоненькая иголка Тогда будет плохо вытекать лимфа Иглу тоже необходимо продезинфицировать спиртом Или той же водкой Или хотя бы прокалить ее на огне Как ты будешь колоть, Надюш? Вот так беру и аккуратненько в серединку прямо уколю Знаешь, но потихоньку Это самая типичная ошибка, когда прокалывают мозоли Ни в коем случае нельзя прокалывать вот так Перпендикулярно коже Вы, во-первых, повредите молодую кожу Во-вторых, будет недостаточный отток жидкости И тогда туда попадут микробы И приведут к тем последствиям, о которых я говорила Поэтому нужно прокалывать сбоку и параллельно коже Прокалываем и промакиваем Промакиваем салфеткой тоже продезинфицированной Лучше брать не спиртсодержащий То есть зеленка, йод здесь не подходит Здесь лучше взять хлоргексидин или перекись А почему нельзя зеленку? Если она попадет в полость нашего пузыречка Она высушит кожу И тогда она будет хуже заживать Промакиваем Какая большая мозоль Если мы правильно все сделаем, мозоль через 2-3 дня заживет И больше не нужно будет ничем ее смазывать? После того, как мы все это сделали Нужно заклеить пластырем Если пластырь антибактериальный, то достаточно его клеить 1 раз в день Если пластырь обычный, то желательно все-таки несколько раз в день его менять И на ночь лучше оставлять это место открытым Спасибо! Какой наглядный урок, правда? Возможно, кто-то умудрился даже под руководством Оли Сейчас проколоть аккуратно Мозоль после работы на даче В таком случае я вас поздравляю Вы сделали все правильно И это быстро заживет Буквально 2-3 дня и мозоли не будет Но бывают еще более страшные на вид Мозоли с кровью Их нужно, наверное, вообще не трогать, да? Наоборот, Надя Их как раз обязательно нужно прокалывать Потому что смесь лимфы и крови Это замечательная среда для микробов И даже, казалось бы, внешне, возможно, пузырь не нарушен Но туда все равно могут попасть микробы Технология удаления такая же, как вот только что показала Да, точно такая же Только уход нужен более тщательный Хорошо, теперь с влажными мозолями все ясно Давай вернемся к сухим мозолям Которые часто образовываются на ноге Вот на одном и том же месте Вроде бы мы их снимаем Пензой, например, трем Вот я вижу ее Да А они вновь и вновь образовываются Стоит ли с ними бороться? Или пусть себе? Если, Надюш, они тебе не причиняют никаких неудобств Но это же некрасиво Вот Если все-таки тебе это некрасиво Тогда нужно их убрать Но очень аккуратно Ведь некоторые берут и срезают мозоль Лезвием или ножницами Да, даже в салоне красоты Да Отрезной педикюр тебе когда-либо делали? После этого как были ощущения? Ну, как будто вот-вот и кожа лопнет А ходить удобно было? Иногда, ты знаешь, мне кажется, если не очень аккуратно сделают То даже и больно немножко ходить Тебе повезло, тебе немножко было больно Тут очень тяжело соблюсти ту грань, где еще можно и уже нельзя Обрезать мозоль А когда мы берем пензу и начинаем тереть По своим ощущениям мы можем определить, когда стоит остановиться Значит, предпочтение нужно отдать пензе, а не бритве или ножницам Да, все верно Я держу натуральную У нее такая пористость И в эти поры часто попадает наша кожа и также грибки А что нужно грибкам? Влага и тепло Если эта пенза для всех членов семьи, то можно себе представить, какие могут быть последствия Поэтому, во-первых, не забывайте о том, что это средство личной гигиены И у каждого члена семьи она должна быть своя Как зубная щетка Все верно Во-вторых, есть еще синтетические пензы Так вот, лучше пользоваться ими Потому что они, стирая вашу кожу, стираются сами И у них нет вот этой пористости, то есть они более гигиеничны А вот такая натуральная пенза, как долго можно ею пользоваться, если все-таки такую приобрела? Ну, если ты приобрела ее лично для себя, то несколько месяцев, не больше А искусственная пенза? Пока не сотрется, а стирается она очень быстро А по цене как они? По цене они приблизительно сопоставимы Понятно, а есть еще вот такие интересные металлические терочки, которые сейчас и в салонах, и дома используют Может быть, они лучше? Они не лучше, а наоборот хуже пенс Почему? Они очень острые И когда мы трем наши мозоли, мы можем нанести травму, невидимую на первый взгляд И эти травмы будут входными воротами для микробов А вот там вот у тебя еще что-то интересное? Да, это такая терочка по типу наждачки Наждачка для ног? Да, наждачка для ног Она довольно-таки безобидная, но Обрати внимание, у нее есть две поверхности Более жесткая, более мягкая Конечно, лучше пользоваться более мягкой Кстати, мы сейчас так говорим, как будто вот так пришла с работы, сняла туфли и давай пен затереть Вначале нужно кожу размягчить, опустить ноги в ванночку где-то минут на 15 Ну вот ты как дерматолог, как часто рекомендуешь делать такую процедуру для кожи ног, чтобы не было мозолей и чтобы коже не навредить в то же время? Можно делать даже практически каждый день, если не очень усердно Слушай, ну все-таки человек борется с этими мозолями, а они все равно на том же месте возникают Но это свидетельствует о том, что, например, неправильная походка, а не только из-за обуви это может быть Да, это может быть при неправильной походке, или же это могут быть подошвенные бородавки Кстати, ко мне очень часто приходят пациенты и говорят, что вот не могу справиться с этой мозолью Вот я ее тру-тру, она еще и болит, еще больше разрастается На самом деле это могут быть подошвенные бородавки Такие большие? Как правило, они небольшие, они до сантиметра в диаметре Но какая между ними разница? Во-первых, на подошвенной бородавке нет того кожного рисунка, который есть на мозоле То есть это борозды и линии Во-вторых, приходят пациенты, говорят, что им тяжело ходить, потому что у них болит мозоль На самом деле сухие мозоли, как правило, не болят, а болят как раз подошвенные бородавки А бородавка – это же вирусное заболевание, то есть тут не все так просто, ее оставлять нельзя, да? Если мы оставим ее в покое, она может через несколько месяцев сама рассосаться Ничего себе! Откуда берутся подошвенные бородавки? Как раз вот от такой вещи они могут взяться, когда мы травмируем кожу и могут туда попасть вирусы Существуют народные методы борьбы с мозолями Чистотелом иногда пользуются Как ты к этому относишься? Я не рекомендую пользоваться чистотелом, потому что он очень агрессивный Его как раз можно использовать при бородавках Лучше использовать такие методы, как алоэ Оторвали несколько листиков, положили на несколько дней в холодильник Наш листик будет намного эффективнее Потом его достали, разломали и натираем место мозоли А потом, после этой процедуры с мозолью, она что, просто сойдет и все? Она не сойдет, она станет просто менее заметной и мягче Также можно натирать картофель Делаем компресс на место мозоли Потом одеваем полиэтиленовый мешочек на ногу Сверху хлопчатобумажный носочек и спать На утро твоя мозоль будет выглядеть намного лучше Конечно, это методы не одного раза То есть это нужно делать как минимум неделю-две, чтобы увидеть результат Есть еще такая проблема, особенно летом, когда вот солнце, тут огород, тут босиком походило Когда на пятках образовываются трещины Это тоже последствия мозоли или это признак какой-то другой проблемы в организме? Если у вас трещины появляются все время и они долго не заживают, то это может свидетельствовать о грибке В этом случае лучше обратиться к дерматологу Он назначит правильное лечение и тогда вам удастся избавиться от этой проблемы В этом случае, наверное, стоит говорить и о профилактике, чтобы не доводить до визита к врачу Все верно Если мы знаем, что нам предстоит работа в саду, тогда мы одеваем перчатки Если мы знаем, что нам предстоит одеть новую обувь, тогда лучше одеть капроновые носочки Или же у нас есть вкладыши и накладки Например, это пластырь Мы его клеим на место предположительного появления мозоли Например, у меня есть летняя обувь, когда я ее первый раз одеваю, как правило, она меня натирает Поэтому, зная это, я наклеиваю этот пластырь А там какие-то более серьезные у тебя накладки? Смотри, проблема у многих людей выступающая косточка Мы ее одеваем вот так на палец и защищаем нашу косточку Тогда она не натрется Есть вот вкладыши, которые мы одеваем между пальцев ног Для того, чтобы они не натирали друг друга И, конечно же, обычные пластыри А вот это что за трубочки у тебя? Эти трубочки тоже можно одевать на пальцы Но это вот такой мозоль из-за того, что пальцы плотно прилегают друг к другу в тесной обуви Я уверена, что у вас тоже есть вопросы, которые касаются этой актуальной темы Пожалуйста Меня зовут Николай Я хожу в бассейн, и у меня на пятках периодически появляются микротрещины Скажите, это от грибка? Спасибо Дело в том, что вода в бассейне сушит кожу И для начала нужно очень хорошо увлажнять обычными увлажняющими средствами Но если у вас трещины возникают очень часто, и они плохо заживают То вполне возможно, что ваша кожа ног заражена грибком Кто еще хочет задать вопрос, пожалуйста, есть такая возможность Здравствуйте, меня зовут Людмила Скажите, пожалуйста, как правильно выбрать обуви, чтобы не натирала мозоли? Обувь нужно выбирать во второй половине дня За это время наши ноги отекают, и нога становится немножко больше Спасибо, Оля! Пользуйтесь советами наших экспертов, и все будет добре! Спасибо, что были у меня в гостях Встретимся завтра! Спасибо! 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 Спасибо!